Здравствуйте! Тема урока. Кислород-озон. Цели урока. Сравнивать состав и свойства аллотропных видоизменений кислорода, объяснять значение озонового слоя Земли. Кислород в природе встречается в виде двух простых веществ. Кислорода О2 и озона О3. Объемная доля простого вещества кислорода составляет 21% атмосферы Земли. Вы знаете строение, свойства, способы получения и применения кислорода. Озон образуется в небольших количествах во время грозы при электрическом разряде или под действием ультрафиолетового солнечного излучения из атмосферного кислорода, а также при окислении смолы хвойных деревьев или морских водорослей. Кислород и озон – простые вещества, образованные атомами одного и того же химического элемента кислорода. Явление образования нескольких простых веществ одним элементом называется аллотропией. Разные простые вещества, образованные одним и тем же химическим элементом, называются аллотропными. Чем отличается кислород и озон? Давайте рассмотрим сравнительную характеристику кислорода и озона по составу и физическим свойствам. Обратите внимание на таблицу. Формула кислорода О2, озона О3. Молекулярная масса кислорода 32, озона 48. Химическая связь у кислорода и озона ковалентно-неполярная. Агрегатное состояние газа. Цвет у кислорода бесцветный, озон голубой. Кислород без запаха, озон же имеет запах свежести. Растворимость в воде у кислорода плохая, у озона хорошая. Рассмотрим химические свойства озона. Горение озон поддерживает лучше кислорода. Озон может окислять даже такие благородные металлы, как золото, платину и серебро. Каучук в озоне разрушается, органические красители легко обесцвечиваются, бактерии обеззараживаются. Озон – ядовитое вещество, поэтому им нельзя дышать. Таким образом, озон химически более активен, чем кислород. Активность озона обусловлена его разложением на молекулярный и атомарный кислород. Этим же и объясняется свежесть воздуха после грозы и в сосновом бару. Атомарный кислород – более сильный окислитель, чем молекулярный. Применение озона обусловлено его свойствами. Озон применяется при стерилизации изделий медицинского назначения, отбеливании бумаги, очистке масел и нефтепродуктов, лабораторном и промышленном синтезе, озонировании воздуха и воды, при озонировании растворов медицинского назначения и дезинфекция помещений и одежды. Итак, в лаборатории озон получают несколькими способами. Первый – в специальном приборе-озонаторе, действуя на кислород электрическим разрядом высокого напряжения. Превращение кислорода в озон можно представить следующим уравнением. Три молекулы кислорода под воздействием электрического разряда превращаются в две молекулы озона. Второй способ – озон получают при взаимодействии концентрированной серной кислоты с пероксидом бария. Обратите внимание на уравнение реакции. Давайте рассмотрим значения озона. Озон выполняет очень важную роль в жизни планеты. Атмосферный озон следует рассматривать как единую целостную систему. Концентрация озона растет с удалением от поверхности Земли и достигает максимума на высоте 20-25 км. Это так называемый озоновый слой или озоновый щит, который не пропускает к поверхности Земли губительные ультрафиолетовые лучи. Таким образом озон обеспечивает жизнь на Земле. При разрушении озонового слоя образуются озоновые дыры. Через эти озоновые дыры ультрафиолетовые лучи доходят до Земли, что может быть опасно для всего живого, для здоровья человека. Солнечная радиация вызывает тяжелые ожоги кожи, может вызвать рак кожи, а также слепоту. Полное отсутствие в воздухе озона имеет неблагоприятные последствия, так как при этом снижаются бактерицидные свойства воздуха, увеличивается содержание микроорганизмов и неприятные запахи. А теперь для закрепления пройденного материала выполните задание. Впишите пропущенные термины. Дескрипторы для этого задания Проверьте, правильно ли вы выполнили задание. Итак, следующее задание. Выберите характерные для озона свойства из перечисленных. Дескрипторы выбирают характерные для озона свойства. Давайте сравним. Обратите внимание на правильный ответ. Домашнее задание. Ответьте на вопросы. Почему небо голубое? И второй вопрос. Толщина озонового слоя над поверхностью Земли непостоянна. В настоящее время установлено значительное уменьшение толщины озонового слоя над Антарктидой. Как вы думаете, почему? Итак, сегодня на уроке мы узнали, что такое аллотропия, изучили состав и свойства аллотропных видоизменений кислорода, выявили значение озоновой защиты для живых организмов. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok